Всем привет! Вы на канале GadgetMoney. Сегодня я посмотрю, впервые посмотрю, на Huawei P30 Pro. Давайте начинать. Поехали! Ну и самое главное, это снять вот так вот пленочку. Я думаю, что пленочку на этом телефоне снимаю я впервые. Смотрите, сейчас посмотрим на свой телефон. Прямо сейчас вам расскажу о своих первых впечатлениях. Знаете, вот эффекта вау я почему-то не испытал. Но при этом смартфон действительно красивый, он вытянутый. Соответственно, как в тенденции 2019 года. Ну, собственно, вот прям что вау-вау-вау. Ну, если честно, в последнее время все смартфоны, в том числе от компании Huawei, они практически одинаковые. То есть, это всегда интересный задний фон. В нашем случае такой, какого-нибудь мерцающе-зеленый или сумеречно-черный. И у Samsung так, и у Xiaomi так. И в отличие только от iPhone. У iPhone всего три цвета. Белый, серый и золотой. Поэтому, да, градиент на солнышке играет очень прикольно. Первое впечатление. Хорошо, что моноброви нет. То есть, здесь только вот так называемая капелька для фронтальной камеры. Но говорят, что этот смартфон уделывает всех в плане фотографий. Будем разбираться. Прямо тут, в русской березке. Мы, соответственно, пройдем все настройки. И как раз пронаблюдаете, удобно ли пользоваться одной рукой. Я, соответственно, не буду вставлять никакие сим-карты сейчас. Возможно ли это сделать. Ну и, собственно, регистрация отпечатка пальцев. Вот прямо сюда я давлю. Происходит регистрация. Ну, прикольно. Есть тактильная отдача. Она не такая, как у Apple. Нету прям вау-вау-вау. Вибромоторчик есть, но он... Регистрация бокового. Я просто жму, потому что, как правило, пользователи не шарят. Зарегистрируем. Он один отпечаток пальца. Настроить распознавание по лицу. Ну, окей, давайте. Три навигационных кнопки. Ну, давайте попробуем. Пускай останутся жесты. Ну, собственно, встречайте. Huawei P30 Pro. Первое включение. Давайте сразу протестируем палец. Куда я должен жать? Вот, наверное, сюда. Ага, здесь сработало лицо. Давайте попробуем так. Он разблокировался. Да, он разблокировался. Слушайте, к этому надо привыкать, как бы. Лицо моего не видит сейчас, потому что я не думаю, что камера настолько широкоугольная, передняя. В общем и целом, такой огромнейший дисплей. Снизу есть вот такие вот рамочки. Это порядка, наверное, полсантиметра. Сверху рамка поменьше. Сверху рамка поменьше. Порядка, может быть, четырех миллиметров. В общем и целом, боковых рамок практически нет. Яркость дисплея на солнце, я думаю, что сейчас стоит автоматическая регулировка. И она выкрутила яркость на максимум. То есть, в принципе, в солнечный день вы будете видеть вот так вот свой смартфон, если приобретете Huawei P30 Pro. Задний вид у нас вот такой. Вот стеклышко играется. Защищенные стекла спереди и сзади. Нет трех с половиной миллиметрового разъема. Симочка вставляется сзади. Клавиша включения у нас помечена вот таким вот красным шилдиком. Для того, чтобы вы не пропустили, что это клавиша включения. Клодки регулировки громкости. Удобно ли это для правши? Ну, наверное, да. Для левши? Ну, такое себе как бы. То есть, вот как-то так. Да, реагирует. Действительно быстро реагирует. Первые впечатления. Ну, смотрите, я на самом деле в компании Huawei доволен. Был и, наверное, остаюсь. Не зря во всем мире говорят, что здесь одна из самых лучших камер. То есть, я не думаю, что все прям куплены, все обзоры проплачены. Действительно, камера очень-очень неплоха с собой. Я обязательно это проверю. И есть такое желание. Я делал с Honor 10 сравнение с iPhone 10. Есть такое желание сравнить камеры. Я думаю, если Honor 10 сделал iPhone 10, то P30 Pro и подавно. Ну, слушайте, размеры, да. На самом деле он большой. Технические, наверное, характеристики экрана и вообще размеров вы сейчас увидите на экране, потому что я их наизусть не знаю. Массо-габаритные свойства. Ну, я люблю, как я говорил много-много лет назад, я люблю смартфоны до 5,3 дюйма. Айфон 10, которым я сейчас пользуюсь в качестве основного смартфона и на которого осуществляю сейчас эту запись 5,8. Но при этом телефон достаточно компактный. И я к размерам iPhone 10, соответственно, привык. Человек привыкает ко всему и к такому большому экрану тоже привыкнет. Олеофобное покрытие есть, но смартфон становится вот таким вот марким. Это нужно понимать сразу для того, чтобы использовать, может быть, стекла, либо защитные пленочки. Я на iPhone использую защитное стекло от края до края, то есть полное покрытие. Оно также с олеофобным покрытием, поэтому использовать, в принципе, удобно. Здесь есть в комплекте чехольчик, он силиконовый на первое время, пока не придет с магазина или с китайского интернет-магазина что-нибудь более-менее интересное. Может быть, бампера какие-то под кожу или какие-то защищенные бампера, но смартфон станет еще больше. Первые впечатления, ну, знаете, я не могу сказать, что прям вау-вау-вау, но смартфон очень качественный. Стоит ли он свои, сколько там, 50-60 тысяч рублей, надо смотреть, надо тестировать. Говорят, что компания Huawei переработала свой Emotion UI, свою функциональную систему, прислушивалась, наконец-таки, своим пользователям и, в принципе, сделала все под функционал, который будет удобно предпочтать. Пятикратно, ну, прикольно, широкоугольная. Клево. На самом деле, то, что я вижу сейчас на экране смартфона, даже через призму камеры на iPhone, это как минимум неплохо. То есть он, видите, справа посередине, он определяет то, что основные цвета картинки, это у нас зеленый, то есть он пишет зелень. Если мы, соответственно, так, ширик, и просто однократно. Собака, не надо, давай тебя спорим. Собака, не надо лаять. Не порти нам и без того испорченный звук. Пятикратное увеличение. Ну, допустим, давайте сконцентрируемся вот на коре этой березы. Слушайте, ну, действительно, это нечто. Это прикольно. Смотрите, как, соответственно, замыливается задний фон. Окей, на портретах вам обеспечено. И не только на портретах, а вообще на... С помощью этой камеры. Снимает у нас передняя камера. Вот, собственно, вот так вот и снимает. Дикольно. Я всегда удивлялся. Так, отражение выколов. Ну, давайте включим отражение для портрета. Портретный режим у нас сразу определяет у нас лицо. Без каких-либо проблем. Говорят, что эта камера очень хорошо снимает ночью. Есть определенные режимы в настройках камеры. Без каких-либо проблем вот этот задний фон. Давайте вкратце расскажу про технические характеристики. Потому что вы начнете там потом писать, что я ничего вам не показал, не рассказал. 980 Kirin. 8 гигабайт в этом смартфоне оперативной памяти. 256, из которых свободно 242,5. И Full HD+, дисплейчик. Ну, слушайте, по техническим характеристикам это прям монстр-монстр. Как и все стеклянные смартфоны Huawei P30 Pro очень скользкий. Поэтому без защиты его лучше не использовать. Иначе вы просто все это дело разобьете. Меняются дисплеи, меняются задние крышки очень сложно. Потому что компоновка всех деталей, она до такой степени сложная. То есть расклеить это будет очень-очень сложно. И стоимость замены будет равна половине телефона как минимум. Комментаторы на YouTube самые умные на свете люди. Поэтому напишите в комментариях. Предустановлена у нас уже Yula. Фига себе, они партнерятся. Это образец не для продажи, но точно такие же телефончики у нас поступают в продажу. То есть пишите в комментариях, в чем я ошибся, что я недосказал. Это, скажем так, первое знакомство. Обязательно будет большое объемное видео сравнение с каким-нибудь смартфоном. Обязательно будет большое видео по камере. И видео без каких-либо сухих цифр. Там столько-то мегапикселей, там три модуля камеры. Модули камеры такие-то, AMX такие-то. Я просто вам по-человечески расскажу, как обычный пользователь. Какие чувства и какие фотографии получает по итогу. Пользуясь Huawei P30 Pro. В общем и целом, друзья. Мне, в принципе, с каждой минутой владения, скажем так, этим телефоном больше и больше нравится. К сканеру на экране надо привыкнуть, но сейчас это будет везде. Это будет так называемым мейнстримом. То есть даже бюджетные модели будут использовать эту технологию. Но это флагман компании на 2019-18 годах. Совсем-совсем скоро мы увидим iPhone. Буквально через несколько месяцев посмотрим, чем он ответит. Также бы хотелось сравнить эти камеры с Samsung Galaxy S10 Plus. Или хотя бы просто S10. Попытаюсь его добыть для того, чтобы просто пофотографировать и сравнить. Пишите в комментариях, какое сравнение и какой видос вы больше всего ждете. Естественно, в играх он будет тянуть все по полной программе. Самый последний процессор от компании Huawei. То есть, в принципе, за последние несколько лет они занимаются оптимизацией. Делать это неплохо. Это, конечно, не Qualcomm. Но в общем и целом, друзья. Я думаю, что все современные игрушки он будет тянуть без каких-либо проблем на таком шикарном экране. Вот это вот каплевидный вырез. Он практически не бросается в глаза, потому что на такой площади экрана вы его просто-напросто не заметите. Клево. На самом деле клево. Так, что у нас? Это у нас темы быстродействия. Сколько гигов оперативной памяти в современных телефонах? Какое у него разрешение дисплея? Скорее всего, Full HD+, вообще без разницы. Я вот чисто рассказываю больше про эмоции. Эмоции, ощущения, если хотите что-то в цифрах сухих, то вам, наверное, на другие какие-то каналы и на другие какие-то видосы. Я про жизнь, скажем так. Вот как будто бы я вот только что его купил и вот такой вот вскрыл коробочку, вышел с магазина, открыл, иду и думаю, да, я отдал тысячу долларов. Или там 900 долларов. В принципе, ну, не зря. Спасибо, дорогие мои, что досмотрели до этого момента. Если все-таки досмотрели, напишите в комментариях, Дональд Дак, я пойму, что вы смотрите полностью мои ролики. Если было полезно и интересно, ставьте лайк или дизлайк, без разницы, как вам больше нравится. У меня есть, что вам еще рассказать, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И совсем скоро увидимся в новых видосах. Всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова